11.06 в Кире. Сегодня вторник. Начинается программа «Дневной разворот» в студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Время года лета, забыли сказать. Наконец-то наступило, да? На прошлой неделе, как известно, было заявлено о том, что у нас должен быть подготовлен городской пляж у Старого моста, как известно. И вот мы об этом будем говорить во втором часе. Нашим гостем станет, надеемся, Дмитрий Печенкин, замначальника департамента городского хозяйства администрации нашего города. Как мы узнали накануне из новостей, работа по подготовке вот этого песчаного... Нет, там совсем не песчаный еще. Господи, ты что, воды-то в Вятке еще много. Что они там готовят? Ты не был на пляже? Я не был, но я в выходные там проезжал по Старому мосту, видел, боже мой, сколько воды. Там полосочка, наверное, да? Играющих, играющих в пляжный волейбол. Нет, все хорошо. Да? Да. По-моему, две разных моряки видели. Вот и выясним. То, что я видел, по-моему, там еще далеко напоминает. Ты знаешь, теперь не очень понятно, что с городским пляжем, что с пляжем Титаник. Это тоже, может быть, теперь уже городской. Мы не очень понимаем, что происходит. Но не только о городском пляже мы будем говорить с Дмитрием Печенкиным, заместителем начальника департамента городского хозяйства администрации Кирова. После 12-ти мы с ним будем говорить, но и о других местах для летнего отдыха кировчан. После 12-ти как идет обустройство, как сказалось, погода, успевают ли там подрядчики, как это все будет, как за этим будут следить, ухаживать, перебирать и прочее. И, мало того, у нас нынче открытие во втором часе будет. Мы заводим новую рубрику, говорит Киров. Я не знаю, что ты туда поместил. Ну, я могу сейчас анонсировать. Да, внимание, последние 10 минутка дневного разворота будет посвящена как раз-таки новостям самой актуальной жизни городской. Мы будем затрагивать сферу как раз-таки благоустройства, культуры, спорта, медицины и так далее. Чиновники городские будут с нами на связи. Да, совместно с городской администрацией. Сегодня мы собираемся поговорить об очень интересном проекте под названием «Детям можно все» со знаком вопроса и со знаком восклицания. В рамках этого проекта был осуществлен, насколько я уже знаю, отбор самых талантливых детишек в нашем городе. И они все вместе будут готовить или уже готовят мюзикл, который будет представлен публике в конце лета этого года. Ты все уже и рассказал. Ну, а там подробности, я надеюсь, это обрастет. Я впервые слышу об этом проекте. Так, новая рубрика «Говорит Киров» в 12.30. А в первой части дневного разворота мы тоже заводим новую историю. У нас дневной разворот с 11 часов сегодня. Слушатели говорят. Слушатели говорят. Это значит, что вы будете с нами на связи по телефону. Не каждый дневной разворот у нас теперь будет рассчитан на звонки слушателей. Мы будем принимать в иные дни ваши сообщения по другим средствам связи. А вот сегодня привычная для вас, но теперь заключенную в рубрику «Слушатели говорят» прямая телефонная связь. И эту связь мы обеспечиваем в связи с тем, что сегодня опять мы будем обсуждать, рассказывать про то, как прошли вчерашние общественные слушания по поводу установки памятника семье Николая Второго. Вчера они проходили в городской администрации. И, между прочим, эти общественные слушания вели главы нашего города Елена Васильевна Ковалева и Илья Вячеславович Шульгин. Я впервые была, честно вам скажу, на общественных слушаниях, и у меня есть собственные впечатления по этому поводу. Итак, дневной разворот слушателей говорят. С 11 часов 211-101, номер телефона прямого эфира 211-101. Если вы были на этих слушаниях, пожалуйста, звоните, высказывайте свое мнение, как они прошли, на ваш взгляд, насколько эффективно. Если не были, тоже можете позвонить, но сказать, почему не пришли на слушание. Вот этот вопрос нас интересует. Мы теперь не обсуждаем там, да, ставить, не ставить памятник, где его поставить. А почему вы пришли или почему вы не пришли на общественные слушания вчера в городской мэрии, в мэрии города в 16.00, в кабинете 299 изначально планировалось провести эти общественные слушания, малый зал на городской думе, но все не вместились, Володя. Сколько по твоим оценкам, кстати, было пришедших? Вчера, да не по оценкам, сразу была сказана Елена Васильевна, когда она открывала слушания, поскольку все учитываются, записываются люди, которые приходят на городские слушания. А, то есть входишь и прям ставишь автограф где-то. Да, 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 всех записывали, по-моему, 154 человека было названо, ну, больше 150, да, у меня почему-то цифра 154 запечатлелась в голове, и все не уместились в малый зал городской думы и перешли в большой, и перешли в большой, и это были люди, которые пришли вот конкретно на слушание. Кроме этого, конечно же, огромное количество было камер, то есть мне кажется, что все телевизионные каналы города Кирова съехались на эти общественные слушания, очень много было журналистов, наших коллег с интернет-порталов, из печатных изданий, радийщики были там, ну, вот я бы сказала, что, конечно, сразу было понятно, что вопрос животрепещущий интересует абсолютно всех. Интересно, журналисты, они учитывались в общей массе пришедших? Отдельно. 154 человека. А, отдельно, вот это немаловажный факт, по-моему. Да, СМИ приходят и освещают это мероприятие. Не по работе пришли, по зову, так сказать, сердца. И СМИ, если уж так говорить, то я единственная там держала слово, и то, наверное, как все-таки представитель общественной палаты города Кирова, Кировской области, а не как представитель СМИ. Хотя без упоминания нашей радиостанции неоднократного на этих слушаниях не обошлось, и это понятно. Как-то так всплывает, само собой. И это понятно, Володя, потому что, конечно, мы эту тему практически каждый день обсуждали с нашими экспертами и с горожанами. Это ясно. Кстати, когда мы анонсировали в нашем эфире эти общественные слушания, у нас был опрос. Как вы думаете, общественные слушания по данному вопросу нужно, надо проводить, обязательно пойду на них, надо, но не пойду из-за того, что нет времени, желания или какие-то там еще ситуации жизненные, либо вообще не надо. Я сейчас актуализировал этот опрос, там 100 человек почти проголосовало, и самый популярный вариант ответа, знаешь, какой? Надо, но не пойду. Вот. А сколько там, кстати, процентов? Это 44 с лишним, ну, 45 почти. Ага, почти половина. Надо, но не пойду. Почти половина. Все понимают, что это значит, что люди понимают, что тема очень важная, да, что ее нужно обсуждать, что она там не мимо должна пройти, но не привыкли люди ходить на общественные слушания. И я скажу тебе, что я тоже не привыкла ходить на общественные слушания, хотя в свое время сама инициировала. Ты помнишь, у нас проект был на Эхе, когда чиновники, жители жаловались, что вот, общественные слушания не проводят, проводят тайно, как попало. А чиновники говорили, вы сами не приходите. И помнишь, мы тогда на Эхе сделали рубрику такую, да, и буквально полгода конкретно били в точки и обо всех общественных слушаниях рассказывали в Эхе. Давайте, давайте, собираться и обсуждать. И тогда, да, волна поднялась. У нас есть телефонный звонок от слушателя. 211-101. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Александр. Александр, вы были вчера на общественных слушаниях? Нет, не был. Почему? Ну, я объясню. Я, вот, понимаете, вот вы прямо сказали вначале, что было очень много прессы, много было камер и так далее. Я не публичный человек. А вы просто не хотите попадать в объектив? Нет, я не хочу. Меня вообще... Я сто лет, как говорится, всю жизнь живу в Кирове, и меня многие знают. Ну, не хотел бы я, чтобы меня это видели, мои высказывания. Ну, хотя я хочу сказать, что я уже выступал у вас по радио по этой теме и говорил насчет этого памятника. На самом деле, этот памятник неоднозначен он. Я имею в виду, как бы, одни относятся хорошо, другие плохо. Но дело в том, что он сам по себе красивый. Он красивый. Я посмотрел, он красивый. И он мне напомнил, как вот эти все такие вот такого плана памятники, они ставятся перед церковью, как вот перед соборами в Свердловске в Екатеринбурге. Или там, значит, они ставятся в Москве. Вот именно такие ставятся. И у нас самое хорошее место, я предложил, это на веру, надежу, любови. Вот там аллея, и там, значит, такая площадь перед собором со стороны Московской. И поставить памятник, слушать, это лучшее место, что есть в Кирове. У нас опять поставить не там, где надо. Все, Александр, мы вас поняли. Мы вас поняли. Александр высказывается на волне нашей радиостанции, а на слушание не ходит, потому что не хочет, чтобы его там видели. Почему-то, я не знаю, почему, Александр, у вас очень понятные, обоснованные суждения всегда в нашем эфире. Но вот, кстати, это место у храма веры, надежды и любови не обсуждалось вообще и не предлагалась архитектурой. Но оно не было в списке. В принципе, его не было. Тех мест, которые мэрия озвучила. Я сейчас вспоминаю, значит, когда открывались общественные слушания, два вопроса к обсуждению были предложены. Первое, это вопрос вообще установки этого памятника. То есть надо, не надо. Надо, не надо. И на этом был сделан акцент. И, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, все обсуждения свелись только к этому вопросу. То есть мы почти два часа обсуждали, надо, не надо. При этом именно почему так сложились слушания? Потому что пришедшие на слушание акцентировали именно на этом внимании, а не где нужно поставить. Хотя город полностью и второй вопрос тоже осветил. То есть где предлагается поставить, если памятник будет установлен? То есть все в основном остановилось на доводах, да, за или против, кто был Николай Второй, его личность, его деятельность и так далее. А где, в каком месте поставить не обсуждалось. И, собственно говоря, в предложенные места, которые мы увидели от мэрии, они не включали в себя территорию за пределами исторического центра. Мы сейчас прервемся буквально на полминуты. Мы знаем, что у нас на связи уже есть в благочинной православных храмах Вятки отец Александр Балыбердин. Через полминуты. Очень попросим отца Александра немножко подождать и вернемся. Поехали дальше. Да, у нас на связи Александр Балыбердин, благочинный православных храмов Вятки. Отец Александр, добрый день. Добрый день. Добрый день. Да, отец Александр, вчера вы выступали на общественных слушаниях. И три представителя Русской Православной Церкви держали слово на этих слушаниях. Я бы хотела сейчас вас спросить о ваших общих впечатлениях от самого процесса, который вчера происходил в мэрии. Во-первых, хочу вас поблагодарить за то, что вы этот вопрос не оставили без внимания. Во-вторых, немножко поправить вас. Я уже не благочинный храмов города, сейчас другой благочинный. Но я по-прежнему служу в Трифоновом монастыре и возглавляю церковно-исторический центр Вятской епархии. Записываем. Хорошо, спасибо, уточнили. Вчера был хороший, важный и необходимый день. Я благодарен также городским властям за то, что они этот вопрос вынесли на общественное обсуждение. И я вчера сказал во время своего краткого выступления о том, что этот памятник не о том, что будь то бы император Николай II был безупречным правителем. Безупречных правителей, так же, как и безупречных людей, не бывает. Например, Петр I, император, которого мы все уважаем, но мы знаем, что историки к его деяниям относятся совершенно по-разному. Этот памятник о другом. Он о том, что сто лет назад, тайно, ночью, без суда и следствия, в подвале дома Ипатьевых в Екатеринбурге, были убиты царь, царица и их дети. Были убиты невиновные люди, без суда и следствия, тайно и подло. И вот подобного больше нигде, никогда повториться не должно. Я говорил о том, что в истории народов известны факты, когда правителей государств, царей и королей убивали. Так убили когда-то английского короля, во Франции короля и королеву. Но чтобы убить всю царскую семью, без суда и следствия, вот так, тайно и подло, этого больше нигде не было, только в нашей стране. И вообще-то это мировой позор, о котором знают во всем мире. И когда я впервые об этом услышал, мне захотелось исправить это. Мне тогда захотелось, чтобы больше никогда, нигде такого не повторилось. И вот мне кажется, что вот этот памятник, это своего рода тест на человечность. На то, что мы никогда больше так не будем поступать. И я все-таки надеюсь, что несмотря на разные мнения, которые были вчера высказаны, а мнения действительно будут быть разными, мы поступим по совести. То есть мы установим этот памятник и тем самым подчеркнем, что мы понимаем преступность этого деяния. И мы хотим, чтобы нигде больше такое никогда не повторилось. Если мы этого не сделаем, я думаю, что это будет тоже мировой позор. Отец Александр, скажите, пожалуйста, вот вчера действительно высказывались различные мнения. И я уже тут упомянула, что сконцентрировались в основном на обсуждении персоны Николая Второго. И совсем не обсудили место установки памятника. Правда же, да, не успели обсудить, два часа разговаривали о Николае Втором. Все-таки и тоже не совсем было понятно, куда дальше пойдет после общественных слушаний, как будет приниматься решение на самом деле. Ваши собственные впечатления, кое-кто там высказывался, все-таки в ходе прений, где бы лучше поставить. Вот у нас даже первый слушатель, который сегодня позвонил, предложил поставить у церкви веру, надежды, любови и материи. Софии. И большинство из тех, кто критиковал даже саму фигуру Николая Второго, тоже не говорили, что памятник не должен быть установлен, но склонялись ко мнению, что он должен быть установлен где-то рядом с храмом. Вы знаете, это справедливое мнение, потому что это святые, канонизированные, прославленные русской православной церкви вместе с новомучениками и исповедниками российскими. И вообще установка таких памятников, она объединяет людей. Как когда-то канонизация царя Николая Второго и царской семьи позволила объединиться русской православной церкви и зарубежной церкви. На мой взгляд, место, предложенное вятской епархии, является исторически оправданным. Это место рядом с Фёдоровским храмом, который в народе называли Романовским, потому что Фёдоровская икона Божьей Матери является покровительницей дома Романовых. Это набережные реки Вятки, место, где гуляют молодые родители с детьми. Пусть они проходят и показывают детишкам вот эту удивительную царскую семью. Людей, которые были верны Богу и друг другу до последней минуты. — Спасибо. — Спасибо. — Отец Александр Балыбердин возглавляет Церковно-исторический центр вятской епархии. Значит, 211-101. У нас дневной разворот слушателей говорят, поэтому прямая связь по телефону. Нас интересует один вопрос. Были вы вчера на общественных слушаниях или нет? Если были, то ваши впечатления от самих слушаний. Если не были, то почему нет? — А я ещё добавил, знаешь, такой аспект. Можно ли это считать какой-то заслугой или победой даже, может быть, общественности? Вот меня просто считают... Я считаю примечательным тот факт, что после того, как общественная дискуссия широко развернулась по данному вопросу «надо-не надо» и «где восстанавливать данный монумент», всё-таки администрация объявила эти общественные слушания. По-моему, это первый прецедент. Было ли такое у нас? Вот я не припомню за последние годы. Ты знаешь, я сейчас могу... Не могу сейчас утверждать, что это первый прецедент. Не могу. Мне кажется, что уже были такие вещи, спровоцированные как раз широким общественным обсуждением. Но вчера Леонид Шульгин, глава администрации города Кирова, когда завершались общественные слушания, надо сказать, что он не участвовал сам в прениях. Точно так же, как и Елена Васильевна Ковалева не высказывалась по поводу памятника, они сразу обозначили эту позицию. Но когда Шульгин вместе с Ковалевой закрывали это мероприятие, Илья Вячеславович сказал, что ему понравилось, как прошли эти слушания. Он посчитал, что они прошли конструктивно. И сказал, что и впредь такие насущные вопросы, острые, которые будут беспокоить горожан, будут решаться в том числе и через подобные мероприятия. Цитирую я его. И ООН ответил, что эти слушания проводились из уважения к гражданам, поскольку он увидел, что идея установки памятника получала серьезный резонанс, и мнения граждан разделились. Вот я не знаю, ты знаешь, я вчера тоже у меня такая была мысль, что должно быть первым, что называется курица или яйцо. Сначала инициация общественных слушаний, потом принятие решения, или сначала широкое обсуждение, потом общественное слушание. Я боюсь, что могла возникнуть такая ситуация, что, вот, положим, мэрия предлагает, там, к мэрию обратились, бла-бла-бла, поставить памятник, да, установить памятник. Мэрия объявляет общественное слушание. Где-то там что-то вывешивают. Ну, окей, все там вывешивают, и кто-то приходит, несколько человек, общественное слушание, состоящее там из 10 человек, например. Что-то там решается, выносит на Думу, и потом только мы узнаем, значит, и потом только начинает обсуждать широкая общественность, где это вы провели эти слушания, как это часто бывает, да, у нас там не было, это все незаконно, и так далее. Такая вещь вполне могла произойти. С другой стороны, вот есть информационный вброс без общественных слушаний. Мэрия говорит, что есть обращение, и это распространяется там в СМИ. Пожалуйста, обсудите, и смотрит, какая реакция. Если люди активно обсуждают, да, они требуют общественных слушаний, общественное слушание проводится. Хотя, может быть, тут процедуру какую-то нарушает, я не знаю. А если люди не обсуждают в паблике, не обсуждают у нас на радиостанции, не обсуждают в интернете, ну, тогда, наверное, вот как-то так проходит общественное слушание. Потому что и тот, и другой вариант вполне будет возможен. Если бы не было такой волны, то и не было бы вчерашних таких активных на полторы сотни человек слушаний, я уверена. То есть вот все-таки СМИ, они прощупывают нас, дают возможность людям там, да, отреагировать, а мэрии понять, насколько это важно, насколько это такой вот процесс, который действительно важен. Потому что я не уверена, что по каждой малой архитектурной форме общественное слушание необходимо проводить. Вот и я сейчас тоже хотел бы побыть тем самым среднестатистическим горожанином, который считает, что лучше бы деньги на дороги потратили, на что-нибудь еще. Вот мне бы хотелось, знаешь, общественных слушаний на уровне того, что ребята, вот где-нибудь в конце года, слушайте, у нас остались неизрасходованными 100 миллионов рублей. Давайте соберемся и подумаем, на что их потратить. Я тоже хочу таких. Вот мне бы таких общественных слушаний хотелось. Я с тобой согласна. При всем моем уважении, конечно, к истории Отечества и к царской семье, но, на мой взгляд, ну, как-то уж это чересчур. Тема получила внимание. Но получила. Но получила, да, конечно. Это отклик же людской. У нас на связи Андрей Можевитинов, координатор общественного движения «Суть времени» в Кирове. Андрей, добрый день. Добрый день. Добрый день. Вы в эфире, да. Мы говорим о вчерашних общественных обсуждениях. Такой темы, как появление или не появление, мы уж не знаем, в нашем городе. Памятник о царской семье. Вот сам факт проведения общественных слушаний, Андрей, скажите, это такая заслуга общественности, о чем я ненавидно говорил, о том, что сначала было объявлено, потом люди стали высказывать активно свои мнения, и вот администрация все-таки решила организовать такое мероприятие. Как вы считаете, это такой прогресс во взаимодействии власти и общества, о чем мы часто говорим? Ну, я думаю, да, что можно только приветствовать решение администрации провести это слушание, что они откликнулись на призывы общественности, на тот отклик, который и СМИ, и общественность получила из этой инициативы авиатской епархии. Это очень хорошо то, что пришло вчера. А как вам сам ход общественных слушаний? Оцените их. Вы неоднократно участник различного рода общественных слушаний. Вот как вчерашние прошли, на ваш взгляд? Я, честно говоря, впервые увидела, что главы города ведут общественные слушания, хотя, не знаю, я сама впервые была на таких слушаниях. Прошло, на мой взгляд, вчера очень хорошо, достойно. Там это не превратилось в базар усилиями и модераторов, правильца мэра, но и усилиями всех участников этих слушаний. Все выходили и аргументированно излагали свою точку зрения. А те, кто оппонировал выступавшему, они как-то постарались себя удержать от каких-то выкриков, каких-то замечаний по ходу выступления. То есть все собрались и выслужили точку зрения своих оппонентов. За это всем большое спасибо. Ну и теперь уже есть возможность вам все-таки сказать, только без длинных преамбул, потому что о Николае II мы много говорили здесь уже в этом эфире. На ваш взгляд, должен ли быть установлен, может ли быть, так, может ли быть установлен памятник семье Николаю II? И если да, то где? Ну, мы считаем, и свою точку зрения неоднократно излагали, что, в принципе, так как Николай II является исторической фигурой, правителем нашего государства и канонизирован официально как святой, то, в принципе, ему можно поставить памятник. Но вот то, что касается конкретного памятника и конкретной трактовки образа Николая II, который предполагает этот памятник, мы считаем, что такой памятник не нужен нашему городу, потому что за попытками установить вот этот памятник разглядывается так называемое царевожие, то есть предложение, призывы к всенародному покаянию перед царем Николаем II. Хотя епархия и говорит, что это якобы памятник семейным ценностям и служит для сбережения истории, но если приглядеться внимательнее к фактам, то видно, что это именно как бы вот этот царевожие проглядывает там, потому что в церковной среде тоже есть неоднозначное отношение к фигуре Николая II, потому что вот в РПЦЗ, то есть в церкви за рубежом, там считают его мучеником, и оттуда растет вот это призывы к покаянию. А наша церковь, РПЦ, она отнеслась к канонизации Николая более разумно извешенной, признали его только страстотерпцем, потому что мученик – это человек, который пострадал или там был убит за отстаивание христианской веры, а страстотерпец – это человек, который пострадал просто там от действий злых сил. И вот это очень важное отличие, которое необходимо понимать, потому что вот это царь Божия и признание царя мучеником, оно, в принципе, осуждено официальной церковью, и патриарх Кирилл мне однократно об этом говорил. Да, Андрей, то есть вы бы предпочли, чтобы семья Николая II, если уж она будет воплощена в какой-то архитектурной форме в городе Кирове, была изображена в светской какой-то манере, да? Ну, я считаю, что если предполагать установку в каком-то публичном месте, в светском, на набережной или в парке, то, конечно, образ Николая II должен трактоваться однозначно как светского правителя, потому что отношение к нему как к святому, я повторяю, даже в православной среде неоднозначное. А если кто-то хочет его именно вот так трактовать, то, я думаю, это нужно где-то на церковной территории. Все, спасибо. Если, конечно, верующие этого захотят. А у меня еще такой вопрос родился, Андрей. А если бы РПЦ немножко сменила риторику или немножко сменила обоснование, вот так не напирала на то, что это семейные ценности, потому что в любом случае нельзя абстрагироваться от деятельности непосредственно, да, как император Александр, много событий. Вот если бы иначе немножко... На ваш взгляд, можно было бы подкорректировать церковникам это все дело, и тогда вы, может быть, более лояльно к этой идее относились? Или вообще, в принципе, это невозможно? Ну что, вот точка зрения на фигуру Николая Второго, вот именно в этом памятнике, если обратиться к первой источнику, и у нас хотят поставить копию, если посмотреть на оригинал памятника, то там четко сказано инициаторами и спонсорами установки о том, что это памятник к покаянию, для покаяния всенародного перед царем Николаем Вторым. И вот такое предложение, я сомневаюсь, что встретило бы какую-то поддержку у жителей Кирова. Призыв к всенародному покаянию перед царем Николаем Вторым. У нас еще 10 секунд буквально. И вот все-таки, как вы думаете, нужно ли организовывать общественные слушания по установке малых архитектурных форм в городе Кирове? Или только на резонансные такие вещи нужно реагировать? Я думаю, что это не помешает, но тем более, если такой узлик вызывает, то это обязательно нужно, даже без напоминания общественности. То есть администрация, чиновник, они должны держать руку на пульсе, и чутко получается чувствовать вот эти все настроения общества. В этом, в принципе, и стоит их профессиональная деятельность. Спасибо, Андрей Можеветинов, координатор общественного движения Сотеревини в Кирове. У нас дневной разворот. Слушатели говорят. 211-101. Принимаем ваши звонки сразу после короткой рекламы. Разворот. Слушатели говорят. Вчера в Кирове прошли общественные слушания по вопросу установки памятника Николая II и ее семье. Прошли в городской мэрии, в кабинете 299, в Большом зале городской думы. Ты второй раз повторяешь номер кабинета, ты акцентируешь на это внимание. Ты знаешь, специально, наверное, я это делаю для того, чтобы люди понимали, что эти вещи доступны, и можно приходить и действительно дискутировать и высказывать свои мнения напрямую. Там была одна претензия предъявлена с самого начала, потому что когда называлось, что было 24 обращения, 24 ведь у нас новостях. 24 это через интернет и лично, письменно можно было в администрацию писать по поводу этого. После того, как объявила администрация, что будет общественное слушание, можно было подать свое какое-то заявление по этому поводу, высказать мнение. И не было сказано, какие общественные организации заявились с этим, и поэтому общественные организации, которые себя не услышали, предъявили претензию, что мы вам писали, вы должны озвучить. Общественные организации действительно были. Как минимум три я услышала, которые подавали такие заявления, в основном против установки памятника. И я, кстати говоря, для меня неожиданностью было, что вчера пришло такое количество людей, которые были против. Я почему-то думала, когда шла туда, что будет большое количество людей, которые за. Но в целом-то по твоим ощущениям голоса за или против? Ну вот 50 на 50. 50 на 50 было, да? Ну, они подавались. Те, кто был против, были активнее значительно, чем те, кто был за. И я не видела почему-то людей светских, которые были за. Ну, там, я не знаю, не обязательно живут, быть верующим, например, да, и относиться действительно как там страста терпцу, например. Может быть, не так. Может быть, я не права. Но почему-то не было просто горожан. В основном были представители РПЦ, которые говорили и обосновывали, почему этот памятник они хотят установить, почему он важен, почему он объединяет и не разъединяет. А вот просто горожан, которые высказывались бы за, 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 буквально, может быть, один или два человека были. Зато те, кто был против, прямо были очень хорошо подготовленные, содержательные были выступления с обоснованиями, как считали выступающие они были. И вот как раз это обоснование они все время приводили, пеняя городу на том, что у них необоснованы предложения по поводу места установки этого памятника. А их семь. Чуть позже мы напомним. Да, Николай Пихтин. Да, Николай Пихтин, общественник у нас на связи. Тоже вчера был. Да, Николай Анатольевич, приветствуем вас. Добрый день. Вы были вчера на общественных слушаниях. Вот скажите, пожалуйста. Да, был. Да, как вы себе представляли, как они будут проходить, да? Возможно, какие-то установки у вас были. И то, что вы увидели и услышали по факту. Не разочаровались? Ну, во-первых, честно говоря, я ожидал, что будет, как обычно, проходили, когда кого-то там, какие-то люди приходят. Вот как прозвучало вчера, массовку создают. И человек там 5-7 активных, а остальные пассивные. Но прошло на уявление очень хорошо. Если я правильно запомнил, 152 человека было. Это впечатляет. В целом, дискуссия вам приглянулась? Дискуссия приглянулась, да. Хотя есть вопросы, конечно, у меня появились и немало. Например, вот по мне, я считаю, что это не памятник будет установлен. Это скульптурная композиция, это разные вещи. А в чем разница? Ну, памятник, он ставится историческому какому-то событию и личности. И для этого он должен проходить довольно сложную процедуру. Это наш именкульт областной. Это хозяйство утверждало и так далее. А скульптурная композиция, это несколько проще. И она не носит какой-то, не знаю, сакральной, возможно, важной роли. Не призывает идти и поклоняться этому всему. Так, ну, смысл понятия. Николай, я хотела вас спросить по поводу организации самих общественных слушаний. Мы вот тут с Володей задались вопросом, надо ли было их по поводу установки этой скульптурной композиции организовать сразу. Или правильно поступили власти, сделав такой информационный вброс, посмотрев, какая реакция будет у населения, и дальше уже организовав общественные слушания. Я, правда, не уверена, что это была такая стратегия, но, тем не менее, так вот фактически произошли события. На какие-то горячие вопросы администрация должна просчитывать, предполагать, что будет какая-то реакция, и такие слушания проводить и организовывать. Это нормальная процедура, и к этому надо стремиться, и к этому надо идти. А вот все буквально, кто сегодня был с нами на связи, кто был вчера на общественных слушаниях, отметили конструктивную и содержательную беседу, и что не было пререканий, криков, каких-то взаимных обвинений. Это да, это совершенно верно. Единственное, что меня немножко не удивило, честно говоря, я и ожидал такое. Было много исторических каких-то экскурсов, что было не по делу уже того, что обсуждалось. Это как вам показалось? Ну, люди эмоции свои высказывали. Чья это заслуга, что вчера так вот прошли слушания, вы говорите мирно, конструктивно? Ну, я считаю, это горожан. Ага, значит, мы уже приобрели вот эту вот культуру, да? Ну, приобретаем. Еще лучше бы хотелось, но уже сдвиги есть. Я думаю, что вчера руководство города для себя отметили, и в дальнейшем этим будут руководствоваться. А вы же, Николай, не в первый раз на общественных слушаниях были? Я нет, не первый, я много раз был. Каждый ли раз главы города ведут общественные слушания? Нет, нет, не каждый раз. Не каждый раз. То есть что демонстрировали нам господин Шульгин и госпожа Ковалева своим присутствием? Ну, во-первых, они руководители города, и они в первую очередь должны услышать мнение горожан, что вчера и произошло. Не косвенно, когда кто-то им докладывает, что было, а воочию. И они вчера довольно правильно поступили, что сами они оценок никаких не давали. То есть они не навязывали свое мнение горожанам. Это очень правильно. Ну, итог, Николай. Ведь вчера не обсудили место, только обсуждали персону. Да, место, к сожалению, не обсудили. Так получилось. Но это, я думаю, это и дерзкий рост, так скажем. На будущее уже модераторы будут это учитывать и более строго темы придерживаться. Николай Анатольевич, ваш прогноз? Чем дело-то кончится? Появится памятник? У меня прогноз такой, что все же это скульптурное произведение установят, и, скорее всего, в Трифоновом монастыре. Спасибо, Николай Юрьевич, общественный деятель, был с нами на связи. Слушай, а я еще хочу спросить по процедуре эти общественные слушания. Там изначально модераторы, глава администрации заявили, что столько будет оно проходить слушания, так-то, так-то. Это было заявлено. Я не помню, общее время было ли заявлено. Ну, смотри, ну, на мой взгляд... Время докладов было заявлено. Да, ну, смотри, два часа, да, ты сказала, проходило. Ну, два часа, это четверть рабочего времени, четверть рабочего дня. Достаточно много. Ну, полтора и плюс там. На мой взгляд, в начале общественных обсуждений таких надо сразу говорить. Так, ребят, у вас 150 там с лишним человек. У нас с вами два часа. Час мы для начала посвящаем на то, чтобы все желающие могли высказаться. У каждого конкретный тайминг, там, не более трех, не знаю, может, четырех минут. Потом, не знаю, какие-то премии сторон. Потом голосование, руки поднимать за или против. Это не окончательное решение. А вот как-то вот регламентировано более, на мой взгляд, это должно быть. Поэтому я и спрашиваю. Володя, я сама была впервые на общественных слушаниях, и по процедуре тут не я могла бы тебе пояснять. Иногда строго процедура придерживаться, может быть, и не стоит. Но вчера было заявлено, что по 10 минут докладчики от мэрии выступают. Тут как раз первый докладчик говорил об обращении с просьбой установить памятник, разрешить установить памятник. А второй доклад держала Ирина Васильевна Рубцова. Она обосновывала места, которые мэрия предлагает для установки этого памятника. А дальше по 5 минут выступающие могли высказывать свои мнения. Их было достаточно много. Может быть, в этом случае, который сейчас касается этого памятника, и следовало бы слушать всех для того, чтобы выпустить этот пар окончательно. Арина Васильевна, простите, тут какую роль играет? Место в установке памятника. Архитектура планирует. Руководитель управления градостроительством и архитектурой? Конечно. Если ты заходил на сайт мэрии, когда предложены были вот эти места, все мест, о которых ты говоришь, они даже картинки нарисовали, как это будет вписываться в окружающую среду. Это очень важно. Кстати, такой вопрос тоже поднимался по поводу того, как это будет смотреться. Я как раз не согласна с тем, что я лично об этом сказала, не согласна с тем, что на набережной Грина уместно ставить такой памятник, потому что лично у меня он не светлые, а очень грустные мысли вызывает. И я бы не хотела, гуляя по набережной, я уже вчера об этом говорила, город у нас грустный, серый, в силу климатических особенностей, разных других, немного таких мест, где люди приходят именно отдыхать и как-то, знаешь, от тяжелой действительности отвлечься, а тут такое место скорби возникает. Я прям даже вчера сказала, что есть ЗАГС, есть кладбище. Туда приезжают справляться в свадьбы, гулять с детьми, понимаешь, вот это вот все. И лично я была бы против установки памятника именно в этом месте, на набережной, где угодно, в парке. Тоже, кажется, мне не очень хорошо. Вот, я об этом просто... Мне хочется поспорить, но это что-то аргументов не нахожу. Вот, понимаешь, правда. Почему он должен там появиться. Ну, правда. Ты вспомни, что сказал Александр Балыбердин, он рассказывал вчера очень в красках, на самом деле, как штыками добивали, прибивали, там буквально штык вонзался, проходя через тела детей Николая Второго в деревянный пол. И вот когда ты идешь и гуляешь с ребенком, там, знаешь, с гамбургером в руках, и видишь, и что ты должен ему в этот момент рассказать. Как штык пронзал тело этого маленького мальчика. Счастье, наверное, в незнании и в неведении всех этих подробностей. Вот, поэтому у меня здесь диссонанс по этому поводу, да. Да, действительно, я с тобой согласна, что в итоге мы не обсудили места, где могли бы установить и не проголосовали. Наверное, к этому нужно будет прийти. Но об этом Шулькин как раз и говорил вчера. Собственно, на мое замечание он и сказал, что мы все учимся, и учимся, и гражданское общество учится, и мэрия учится, как это все делать. И ему тоже вчера, поэтому понравился первый опыт. Сказал, что это надо все развивать. И вот мне кажется, что действительно общественное слушание вчера показывает, что гражданское общество в Кирове, а здесь там были гражданские позиции обозначены вчера, они просто, знаешь, там городские, у нас же много было тут с тобой эфиров, правда же, и не только с тобой, и не только моих, где все высказывают. Вчера, кстати, архитекторов не было совершенно. То есть самоценность вот этой композиции никак не обсуждалась вообще, не было строителей. Но мы лишь одну только позицию в нашем эфире слышали, да, о том, что это копия. Очень много было политики, очень много было историй, отношения церковь и не церковь, и так далее. Вот об этом все время говорили. Но, слава богу, не на повышенных тонах, это правда. То есть сначала попытались так разбежаться, но Елена Васильевна очень грамотно как-то так и очень спокойно на это все отреагировала. И на наших глав пришедшие тоже реагировали, и сразу понимали, что не стоит, пожалуй, не стоит, пожалуй. И мне это тоже понравилось. В общем, итог делаю следующий. Как некогда Герцен разбудил декабристов, так епархия разбудила гражданскую общественность города Кирова. Свои инициативы установки монумента Семени Николая II. Епархия, кстати, выглядела достойно в этой дискуссии. Ничего не могу сказать. Епархия тоже выглядела достойно. Так, дневной разворот слушателей говорят завершен. Правильно я понимаю, Володя? В следующем часе мы не принимаем звонки от слушателей. К нам придет Дмитрий Печенкин, заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации. Будем говорить об устройстве мест летнего отдыха кировчан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дмитрий Печенкин Корректор А.Егорова Дмитрий Печенкин Корректор А.Егорова